Друзья, всем привет! Я нахожусь на ЖД вокзале города Харькова. Я давно не был в этом городе. А с кем можно по воду по каналу пообщаться? Давайте. Что стоит она? Сколько стоит ее взять на подряд? 900 гривен. Если я, например, с подружкой буду ездить, я захожу, чтобы она порулила, а я пиво. Ну, желательно, это обязательно. Указать в договоре. А если это будет спонтанная подружка, с которой только познакомлюсь? Нет. Какая вещь. Вообще так тихо. Мне привычно, что ничего не гудит. Такое ощущение, что на тросе тянут. Ранок добрый вам, шановне. Здравия желаю, Александр. Чем я заслужил такой чести от Днепропетровской старой полиции? Придумайте что-нибудь по ходу. Думать ничего не буду абсолютно, Александр. Смысла думать не надо. При любом изменении направления производительства водитель обязан включить уходу в поворот. Я изменил какое-то направление? Дорога уходит налево. Что вы тут делаете вообще? Что-что? Вы областная полиция? А что вы делаете в городе Днепропетровске? Расскажите мне. Я сейчас включу. Сейчас я вам включу. Куда вы пошли? Здорово, я скажу, вы же отходите. А вы ничего? Что вы делаете в Днепропетровске в городе, скажите мне? Вы областная полиция. Что вы делаете здесь? Отойдите с дороги. Я вам ответил. Что вы тут делаете в городе? Вы какая? Областная полиция. Что вы делаете на территории города Днепропетровска? Спецвод. Год сопровождения. Включите аварийку на транспортный полиция. Слушайте, какую аварийку? Я вам еще раз говорю. Вы... Смотрите, чтобы вас никто не ударил. Потому что то, что вы делаете реально, уже давно заслуживает Тумаков. Александр. Ну почему Тумаков? Ну потому что... А что делать... Я не могу хоть по здоровью. Не можно. Нельзя. Потому что что делает Днепропетровская областная полиция в городе Днепропетровске внутри? Для этого вроде бы есть новая полиция. Что делают старые полицейские? Ой, даже трудно вас полицейскими назвать. Днепропетровске. Объясните мне. Почему трудно? Ну потому что... Что вы тут делаете? А назвать полицейскими, Александр? Потому что вы опять встали косите. Опять вы встали в кустах. Опять стоите тормозите. Ну ты, Александр, ну где пусты? Александр, ну где пусты? Но, повтори, грузовому транспорту здесь нельзя. Да вам тут нельзя, ребята. Вам тут нельзя, не грузовому транспорту. Александр, ну я с вами не согласен. Вышесть же руководство, которое принимает решение к стенам внести службу. Это руководство вас куда-нибудь направило? Кто вас сюда направил? Скажите мне, я пойду сейчас к руководству. Кто вас направил сюда? Скажите мне конкретно. Я не спорю, я задавил вопрос. Кто направил? Я вам отвечаю. Но это согласно с управлением главного управления. Я могу сказать имя командира вашего взвода, ватальона. Кто это? Командир у нас Вердейл Юрий Александрович. Вердейл Юрий Александрович вас туда направил? Он сегодня вас направил сюда. Согласно расстановке транспортного средства. Он вас направил. То есть, согласно дислокации. Он вас сюда направил. Я правильно? Он вас направил. Есть расстановка, да? Не есть, а он вас направил. Он ее заявил. Есть расстановка. Кто направил вас? Есть расстановка. Кто утвердил расстановку эту? Я хочу понять, кто поставил старых гаишников в городе Днепропетровске? Мне важно понять, кому мне сейчас ехать и задавать вопросы. Мне это не смешно, мне это давно не улыбает Потому что я уже устал Вас устали видеть на трассах Теперь вы опять вернулись в город Сколько можно, сколько мы вас будем видеть на дорогах Объясните мне Кому задать этот вопрос Вот еще один кадр, чудесный Вас вообще просто я не ожидал увидеть Вам особую большую кепку выдают какую-то Я не могу понять Ну вот нормальная, у вас какая-то большая, специальная Почему они отличаются? Они одинаковые Слушайте, давайте так, короче С вами мы сейчас решим по остановке по этой С вами мы решим по дислокации Потому что я знаю точно, что вы здесь находиться не должны Ваша задача патрулировать, что трассы Едьте на трассу, что вы в Днепропетровске забыли? Что вы тут забыли? Но сколько можно вас еще Я не знаю, сколько можно вас еще драть? У меня не хватает терпения и сил Давайте, лезьте в бумажку Я напишу по остановке по вашей А вы отсюда соберетесь и просто свалите Я вам серьезно говорю Либо мы сейчас просто едем вместе с вами Не кричите Да у меня нет силы Ну а как еще вам объяснять? Отойдите, здорово, Александр Сколько вам объяснять еще? Объясните Ну что не кричите? Вот так можно? Александр Скажите мне, сколько еще можно вас просить не разводить людей? Что еще надо сделать? А кого развели? Где это вы видите? Да вы опять стоите здесь Опять вы появились в городе Опять вы стоите с оборотом, как старые грешники Подождите Да что во-первых, мне ждать? Я умрюсик дал Что мне ждать? Ручку давать? Мне, я могу только ждать одного Соберетесь и просто уедете отсюда Вам нечего тут делать Ребята, ваша задача от трассы Куда уехать, Александр? На трассы Ребята, на трассах очень много проблем Бензовозы едут Вон, с Атой Я только что ехал Куча, без сопровождения Куча бензовозов Военные? Военные Александр У них же есть вои Александр Ребята, без сопровождения Ваша задача Что делать? Безопасное дорожное движение С военными вы общались С ними реально общаться? Слушайте, вы полиция Ребята, это не моя задача Вы общайтесь с вами Я вас услышал Все, мне вопрос Я с вами согласен Что вы согласны? Ну, что с ним? Вы берите постановление Я вам дал листик Вы же оставили меня за нарушение Вы сейчас пишите Берите постановление Я вам дам документы Вы посмотрите Что нет? Александр общается В этом везде А ты тут? Я сейчас плохо с вами общаюсь Нет, все равно Я вам серьезно, ребята Я из всех Вот честно, из всех Вот мне ваше нравится Вот как вы общаетесь А мне не нравится Как вы себя ведете И как вы общаетесь Мне не нравится Что вы стоите и разводите Мне не нравится Слушайте Да я вижу вот эти старые лица Я вот этого лично ловил На деньгах Он опять в полиции Скажите мне Что мне надо сделать Чтобы этого урода уволили? Что мне надо сделать для этого? Давайте не будем оскорблять Ну как? Вот что мне надо сделать? Да где мы с вами только не встречались Вы забыли? Я вам покажу Где мы с вами встречались Я вам просто дам совет один Вы возьмите нормально И начните работать Если вы хотите остаться в органах Если вы хотите работать Если вам надоела работа Ребята Хватит заниматься этим беспределом. Вас люди скоро начнут бить. Я вам серьезно говорю. За то, что вы опять работаете по старым схемам. Вы опять работаете по старому. Ну что это? Вот здесь жители вот этой улицы. Это не ваша задача. Это задача местной полиции Днепропетровской. Вы областная. Ваша епархия за знаком Днепропетровск, перечеркнутым. Вот туда, пожалуйста, едьте. И там занимайтесь безопасностью дорожного предприятия. Мы вас услышали. Берите постановление, идемте ко мне в машину, будем составлять. Я к вам машину не саду. Не надо садиться, подойдете, будем составлять постановление. У меня за нарушение с нами, вы забыли? Отойдите из народа. Я говорю, вы забыли, зачем мы с вами встретились? Я вас слышу, отойдите немножко, Александр. Пойдемте к машине, я дам вам документы, вы посмотрите. Я вам верю, у вас есть документы. Слушайте, вы что вносить будете в постановление? Что-что? Постановление, что вносить будете? Вы со мной не согласны. С чем не согласны? Я еще ничего не говорю. Что вы нарушили? Я вам сказал, за что вас остановили. Сначала мы будем рассматривать административное дело? Или вы забыли, как это делать? Ну это же мне принимать решение. Рассматривать админ дело или нет. Вы когда останавливаете, вы начинаете с рассмотрения. Пройдемте, будем рассматривать. Зачем вы меня остановили? Чтобы заявление написали. Чтобы я написал на вас заявление? Вы сворачиваетесь, вы уезжаете или вы остаете? Давайте, сворачиваетесь, я вас провожу. А вы листик отойдите, а вы напишите. Я напишу вашему руководству лично. Ребята, давайте, сворачиваетесь, я фиксирую, вы уезжаете, и я еду по своим делам. Потому что нет сил с вами просто общаться дальше. Фотографироваться не будем, уезжайте. Какой вопрос? Без камеры со мной не о чем вообще общаться. Ребята, бесполезно. Да бесполезно даже за автомобиль со мной общаться. Нечего спрашивать у меня, это бесполезно. Ребята, я вас культурно прошу, едьте на трассу, занимайтесь своей работой. Хватит сидеть в городе. Ваша епархия, трасса, занимайтесь, там достаточно проблем, достаточно там перегрузов. Занимайтесь ими, давайте, я вас очень прошу, езжайте. Здоровья вам, всего доброго. Да, до свидания. Нет сил. Да, до свидания. Продолжение следует...